20 октября 1941 года Кубишский городской совет депутатов трудящихся временно запретил въезд в город всем лицам, не прописанным в Куйбышеве, не находящимся в командировках и не пребывающим вместе с организациями на основании специального постановления Совнаркома или Совета по эвакуации. Отныне Куйбышев становился городом, живущим на особом режиме, и каждый, кто жил в этом городе, чувствовал этот особый режим на себе. И вот потемнели блондины, и вот почернели снега, и билось о черные льдины чернейшего цвета пурга. С 4 ноября 1941 года, согласно постановлению номер 27 Куйбышевского исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся, в городе устанавливалось наружное наблюдение по местной противовоздушной обороне, в учреждениях, на предприятиях и в жилых домах. Временем несения дежурства определялось с 18 часов вечера до 6 часов утра. В это же время в городе был введен режим светомаскировки. Нарушители этого режима строго наказывались. Согласно распоряжению горсовета депутатов трудящихся, нарушители режима светомаскировки лишались права пользоваться электричеством сроком до одного месяца. Строгости были оправданы. Враг рвался к Москве и Калининграду, гусеницы немецких танков давили русские поля, а самолеты фашистов бороздили ночное небо. Вот что писала об этом, например, газета «Правда» 6 ноября 1941 года. Ленинград. 5 ноября. От специального военного корреспондента «Правды». Лучи прожектора поймали немецкий бомбардировщик, появившийся над городом. В это время ночной истребитель, пилотируемый младшим лейтенантом Севастьяновым, находился в воздухе. Севастьянов принял смелое решение и таранил «Юнгерс-88» в правую плоскость. Вражеский бомбардировщик рассыпался в воздухе и, объятый пламенем, упал в парк. Таран ночью применен впервые и проведен мастерски. Впереди советских летчиков ожидали еще десятки таранов. Еще ни один «Юнгерс» будет объят пламенем. Но таран летчика Севастьянова свидетельствовал не только о героизме лейтенанта. Он свидетельствовал и о другом. О том, что каждый в эту минуту должен был быть на чеку, где бы он ни находился. В Москве, в Ленинграде или в далеком Заволжском Куйбышеве. Каждый гражданин, где бы он ни находился, в Москве, в Ленинграде или в далеком Заволжском Куйбышеве, обязан был быть на чеку. А те, кто этого не понимал, строго наказывались. Несмотря на то, что в городе Куйбышеве введен режим светомаскировки, писала газета «Волжская коммуна», до сих пор есть отдельные граждане, которые нарушают установленные правила затемнения, допуская просветы или оставляя окна совершенно незамаскированными. Так, несколько дней тому назад, нарсудом 18-го участка города Куйбышева, были рассмотрены дела граждан Дайнова, проживающего в доме номер 40 по вокзальной улице, и гражданки Кудиновой, проживающей в доме номер 11 по улице Бибеля, которые, несмотря на неоднократные предупреждения, систематически нарушали режим светомаскировки в своих квартирах. Решением Народного суда Дайнов приговорен к трём годам лишения свободы, а Кудинова – к двум годам. В феврале 1942 года авиаразведка донесла, что противник занял безымянку и продвигается к Куйбышеву. Передовые его отряды заняли высоты, находящиеся на окраине города и возле вокзала обороняющие город-части получили приказ не дать врагу закрепиться на этих высотах и выбить его с них. Неожиданно обстановка для защитников города ухудшилась. Враг продвинулся вперёд и занял высоту, предполагавшуюся для командного пункта. Так началось учение, проведённое 22 февраля городским советом ОСО «Авиахима» и пролетарским райвоенкоматом во знаменование 24-й годовщины Красной Армии. Продуманная раньше схема руководства операцией потребовала теперь перестройки на ходу. И командир Красных, товарищ Романович, вместе со своим начальником штаба, товарищем Любишкиным, прекрасно справились со своей задачей. Решено было взять в клеще передовой отряд противника. Слева в ложбинке начало продвигаться одно из подразделений, готовое обрушиться на правый фланг противника. Справа, вдоль железнодорожных путей, под прикрытием, стало продвигаться другое подразделение, готовое поддержать натиск. В это время остальные бойцы короткими перебежками, маскируясь в складках местности, подходили к противнику прямо с фронта. Так, шаг за шагом и минута за минутой обороняющие город части приближались к решению задачи, поставленной перед ними командованием. День за днем и шаг за шагом тыловой Куйбышев учился быть полезным фронту. Учился на улицах, на предприятиях, в учебных аудиториях и в классах. В октябре 1941 года 70 студентов Куйбышевского педагогического института окончили школу медицинских сестер, а большая группа студенток прошла программу медицинских сестер военного времени. В начале ноября 1941 года в поселке Безымянка открылась поликлиника и пункт скорой помощи с круглосуточным дежурством. А в начале следующего, 1942 года, Куйбышевской военно-медицинской академией были организованы полуторамесячные курсы по хирургии для молодых госпитальных врачей. В рамках курсов было изучено несколько хирургических дисциплин и проделан ряд сложных операций. Лучшие выпускники курсов были аттестованы как начальники отделений ЭВАКО госпиталей. А мы, между тем, возвращаемся на улицы города, где в феврале 1942 года прошло учение, посвященное 24-й годовщине Красной Армии. Вот уже связные донесли, что подразделения прибыли на исходные позиции. Одновременно с этим вернулись разведчики, которым удалось установить силы противника. Вслед за этим началась артподготовка наступления. Правда, она была пиротехнического происхождения, но свою задачу решила на отлично. Противник зафиксировал большой урон. И вот уже клещи медленно, но неуклонно начали сжиматься. И вот уже удалось уничтожить пулеметное гнездо на одной из высот. А потом, пойдя в штыковую, обороняющие город-подразделения заняли эту высоту, отрезав противнику путь для отхода назад. Наконец раздалось могучее ура. Забросав врага гранатами, бойцы ринулись в штыковую атаку. Только шесть врагов успели сдаться в плен. Остальные были уничтожены. Особенно отличилось подразделение сталинского района, которое штурмовало одну из наиболее укрепленных высот. После боя победители и побежденные снова сошлись вместе и разобрали отдельные недостатки учения. В целом, отметив, что оно прошло хорошо, в учении приняли участие несколько сотен осоавиахимовцев, города и бойцов всего Буча, Пролетарского и других районов. Десятки и сотни куйбышевцев работали в эти же военные дни и на самых разных предприятиях, ковавших победу над врагом. Еще в октябре 1941 года в Куйбышев из Москвы были эвакуированы более ста троллейбусов, а также поезда московского метрополитена. Теперь, в феврале 1942-го, куйбышевские городские власти приняли решение об использовании части эвакуированных машин для организации троллейбусного движения по двум линиям и строительства парка на 50 троллейбусов. А уже 6 ноября этого же года куйбышевский троллейбус отправился в свой первый рейс по улицам города. Но у троллейбуса на куйбышевских улицах была еще одна не менее важная задача. Увидев его, горожане понимали, что страна борется, страна думает о будущем. Война кончится, а троллейбусы все так же будут ездить по городским улицам и возить людей по городу, который, наконец-то, вынырнет из военной тьмы. Впрочем, до этого времени еще надо было дожить. И не просто дожить, а дожить, не разгибая спины и не покладая рук. Вот, например, о чем сообщила газета «Правда» в номере от 4 декабря 1941 года. В ЦК ВКПБ и СНК СССР. ЦК ВКПБ и Совет народных комиссаров СССР, идя навстречу пожеланиям трудящихся, постановили День Конституции СССР 5 декабря не праздновать, а считать 5 декабря 1941 года рабочим днем. В этом же номере «Правды» сообщалось, что в течение ночи на 3 декабря наши части вели бои с противником на всех направлениях. В течение предыдущего дня в результате ожесточенных боев с немцами было уничтожено 54 вражеских автомашины, одна артиллерийская и 11 минометных батарей и свыше 30 пулеметов. Был в этом деле и вклад куйбышевцев, тех самых, которые трудились от зари до зари, от темна до темна. А темный, а белый, а серый казались оттенками тьмы, которую полную мерой мы видели, слышали мы. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова